Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В Христос воскресе! Сегодня Радоница — это день особой молитвы, на самом деле, о живых людях, которые еще даже можно поспорить, может быть, они действительно живее нас с вами, потому что ныне для них отсутствует всяческое треволнение, всяческая скорбь, всяческая болезнь и прочие сопутствующие для нашей жизни вещи. И вот сегодня в праздник Радоницы, конечно же, полезно воспоминать о своих усопших. И мы в нашей студии встретились с удивительным человеком, с несамарским человеком, с гостем из Москвы, журналистом Еленой Евгеньевной Старостенковой. Здравствуйте, Елена Евгеньевна! Здравствуйте! Мы буквально позавчера с вами презентовали книгу, в издании которой вы участвовали, на православной выставке «Благословенная Самара». Книга — это о ваших бабушке и дедушке. Книга — это письма, переписка, которая велась длительный период, на протяжении практически всей их истории любви, семейной жизни. И в том числе эта книга является таким историческим памятником, и называется она «Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века». Вот сегодня, еще раз повторю, Радоница. Мы вспоминаем всех своих усопших, родных, близких. Ну и, по сути дела, мы такую вот дань отдаем исторической памяти. Вообще память, как таковая, она свойственна только человеческому существу. Историческая память — еще более, да, такое вот узкое явление, тоже только нам свойственное. И сегодня мы хотели бы поговорить с вами, как с внучкой, не просто даже священника, а человека, который в 1937 году был за веру расстрелян на Бутовском полигоне. Поговорить с внучкой священномученика, новомученика. Поговорить и об этом труде, и о том, что в этих книгах важного, интересного таится. Что может быть полезным для чтения обычного читателя. Одним словом, попытаемся презентовать ваш труд, и в том числе на нашем телевидении. Ну вот, естественно, первый вопрос. Как вообще родилась эта книга? С чего она началась? Когда она началась? Два тома, два таких достаточно увесистых тома, очень добротные издания. Как, собственно говоря, до финальной точки эта книга дошла? С чего она начиналась? Спасибо. Очень хороший вопрос и очень вписывается в особенность сегодняшнего дня. Книга эта началась именно с памяти. Памяти, которая хранится в нашей семье, у дедушки и бабушки, об отце и матери, и передается из поколения в поколение. И память эта, кажется, никогда не умирала. Она получила только новый какой-то вид, когда нам удалось не только расшифровать те письма, которые хранились в семье, но и опубликовать их. Публикация шла, публикация этих писем шла в несколько этапов. Первые публикации это были статьи в журнале «Альфа и Омега», в которых в этих статьях публиковались отрывки из писем с комментариями о жизненном пути отца Михаила Шика и Натальи Дмитриевны Шикарского в замужестве Шик. Эти публикации оказались востребованными. За ними последовали журналистские обращения к Елизавете Михайловне Шик, которая занималась этой работой в основном и по преимуществу, руководила, так сказать, вокруг нее сформировался такой семейный пол людей, которые занимались подготовкой писем, публикацией, расшифровкой их и хранением, потому что письма расшифровывались достаточно длительное время, и была еще проблема сохранить сделанную уже работу. И вот на помощь пришел в интернет. Значительная часть вот этой вот архивной работы по сохранению уже того, что было сделано, осуществлялась с помощью имейлов. То есть вот расшифрованная работа рассылалась людям, которые хоронили уже это у себя. Память таким образом, наверное, множилась, и множились читатели этих письм. Вот такая скрупулезная работа завершилась в конечном итоге предложением собрать все эти письма в единую публикацию и сделать двухтомник. Практически весь массив переписки бабушки и дедушки, то есть писем, которые они адресовали друг другу, здесь опубликован. Вот получилось два тома. И это такое чтение, наверное, душевно полезное, но не очень простое. Потому что в этих письмах обсуждаются, в общем, совсем непростые вопросы человеческой жизни и совсем не даются совсем не очевидные ответы на поставленные вопросы. Мы очень признательны. И издательство, которое взяло на себя труд издать эти письма, это издательский отдел Культурно-просветительского фонда «Преображение», и читателям этих письм, и теперь читателям этой книги, которые, собственно говоря, своим интересом к этому делу и сделали весь этот проект возможным. Видимо, память нужна не только нам, не только нашей семье. Ну вот я вчера уже говорил об этом, и в последнем дне выставки в том числе. Мы вчера с матушкой, ну, прям вот не удержались. Мы приехали, и наш экземпляр мы сразу открыли. Прям вот даже вот с первого места. И действительно, на последнем дне выставки, когда книга эта была презентована, и очень замечательно была построена эта презентация, когда два молодых человека читают от имени отца Михаила, от имени матушки Натальи эти письма, действительно пробирало до дрожи. Потому что столько в этих письмах искренности, столько в этих письмах и боли, и страдания. Но и самое главное, страдания не о себе, не вот не саможалости какой-то, какая часто нашему изнеженному обществу свойственна, а абсолютная растворенность в любимом. Абсолютная растворенность в том, что он чувствует, в том, что он хочет, в том, что его нужно утешить. И очень трогательные письма, интимная переписка. У меня вот в связи с этим второй вопрос. Письма частные, письма очень личные. И всегда встает вопрос, вдруг, по какой причине возникает желание столь интимным и личным поделиться. То есть вот обычные архивы, то, что для себя, семья для себя хранит, может быть, там, скажем, в дни каких-то общих празднований читают, но не стремятся показать. И в том числе на презентации вы вспомнили слова отца Георгия Митрофанова, который сказал, что если бы отец Михаил узнал, что эти письма изданы, ох, мы бы получили по голове. Так вот, почему все-таки? Почему все-таки решено издать? Почему хочется поделиться? И чем именно хочется поделиться? Да, это совершенно закономерный вопрос. И должна вам сказать, что в семье единомысля полного на эту тему не было. Потому что, действительно, письма очень личные. И я бы даже сказала, что этот вопрос решался не большинством голосов, а, так сказать, авторитетом Елизаветы Михайловны, которая внесла наибольший вклад в этот труд. Я думаю, стоит пояснить, кто такая Елизавета Михайловна. Да, Елизавета Михайловна — это дочь отца Михаила и Натальи Дмитриевны, Шаховскую и Шик, которая на протяжении многих лет оставалась главным хранителем семейного архива. Сам семейный архив собирался и пополнялся в основном и по преимуществу сестрами Шаховскими Натальей Дмитриевной и Шаховской и Анной Дмитриевной и Шаховской. Содержат, кроме массива переписки дедушки и бабушки, еще переписку с третьими лицами, которая тоже представляет интерес и частично опубликована. Это переписка с Владимиром Ивановичем Вернадским, с Натальей Гординой Вернадской, это переписка с Варварой Григорьевной Малахиевой-Мирович. В общем, в круг этих людей входил в круг корреспондентов, в котором направлялись письма из этой семьи. Было много интересных людей, но сейчас у нас речь не об этом. Почему? Мы решили, что все-таки эта личная переписка должна быть опубликована. Потому что именно в этой личной, очень откровенной переписке показывается, каким путем эти люди шли к Богу. И так же, как у каждого человека, этот путь очень личный и сопряжен с глубоко, в общем, личными и интимными переживаниями. То и поделиться этим путем можно только вот на основе полной искренности. Иначе будет неубедительно, иначе будет непонятно, иначе будет казаться неестественным. Ну вот, ко всему ко прочему, надо сказать, что одним из главных достоинств человека и дедушкой и бабушкой считалось достоинства, там, не трусить, не бояться и не пугаться, в том числе открывать истинные свои чувства. Не... Это не демонстративность, а стремление к искренности, к по-настоящему нелукавой жизни, жизни по правде, жизни по... жизни в их листе. Ну вот, наше понимание такое, что сегодня для того, чтобы чему-то, чему-то научить и чем-то искренне поделиться, нужно действительно ничего не скрывать. Ну и, естественно, следующий вопрос, вопрос такой... Дань. Дань, давайте отдадим дань отцу Михаилу и матушке Наталье, потому что книжку о книжке мы сказали, а о том, кто это такие, мы не рассказали. Вот вкратце, если просто, ну, какие-то вот такими широкими мазками, что называется, нарисовать какие-то вот портреты отца Михаила, матушке Натальи, когда они жили, на каком фоне, собственно, развивались эти непридуманные судьбы. Угу. Да. Отец Михаил и матушка Наталья родились в конце 19 века, года рождения, 1887 и 1890. Родились в очень разных семьях. Отец Михаил в семье достаточно богатого еврейского купечества, Наталья Дмитриевна в семье родовитого московского российского дворянства, в семье Шаховских. То есть, собственно, по рождению, по своему, и по традиции, которым они принадлежали, трудно было бы предположить, что эти люди придут в церковь и станут подвижниками церкви. Однако их судьба сложилась таким образом, что они не пошли по пути, который им был предначертан, казалось бы, по рождению. То есть, отец Михаил не отказался от того пути в коммерцию, который ему был предложен родителями, искал другой свой путь. Наталья Дмитриевна всю свою жизнь старалась зарабатывать своим собственным трудом и как... Ну, то есть, не быть аристократкой, не быть борчуком. И полагала одним из главных достоинств порядочного человека умение жить своим собственным трудом. Она окончила высшие женские курсы гилье в Москве по отделению истории и профессионально занималась историческими исследованиями. Ну, и вот эта вот ее приверженность историческим исследованиям, среди прочего, привела к тому, что все документы, которые попадали в ее руки, превращались в документы архивные. То, что вот последствия нам посчастливилось и опубликовать. С отцом Михаилом, с будущим отцом Михаилом они встретились в годы студенчества в Москве, сразу подружились и дальнейший свой путь к вере и кресту проходили вместе. Наталья Дмитриевна писала, что Михаил ее опередил на этом пути, а затем помогал ей на этом, по этому пути двигаться в последующие годы, когда отец Михаил принял сан и переживал периоды различных гонений, он уже ей писал о том, что если бы не ее поддержка, то вряд ли бы ему удалось преодолеть все тяготы пути священника. Он был рукоположен в 1925 году и, в общем, понимал, что обречен рукоположен в диакон в 1925 году, рукоположен в Ирея в 1926, будучи уже в ссылке, пережив тюремное заключение и длительную разлуку с семьей, и понимал, на какой путь он становится. И понимал, что без поддержки матушки, без поддержки жены, без поддержки подруги, как он называл Наталью Дмитриевну, без поддержки всей семьи, в семье было пятеро детей, он не смог бы совершить то, что ему было суждено совершить. Семья жила долгое время в Сергеевой лавре с 1918 по 1929 год. Затем кочевала, спасаясь от угрозы ареста. И в 1931 году поселилась в Малой Рославце, где отец Михаил с помощью друзей устроил потаенную церковь. Эта церковь существовала с 1934 по 1941 год. И служба в ней не прекращалась. И после ареста отца Михаила, он был арестован в феврале 1937 года. Как впоследствии, очень впоследствии выяснилось, был расстрелян 27 сентября того же года на Будовском полигоне в один день с владыкой Арсением Жудановским, отцом Сергиевым Сидоровым и другими священниками общим числом 272 человека. А матушка Наталья в это время? Матушка Наталья в это время оставалась в Малой Рославце с пятью детьми и четырьмя старухами на руках. Ну и наверное будет правильно сказать, что вряд ли бы она в одиночку справилась с той ношей бытовых проблем, которые на нее обрушились после ареста мужа, если бы не помощь друзей, духовных чад отца Михаила, друзей ее отца и ее собственных друзей. И среди них в том числе большую роль сыграла Мечевская община, которая очень помогала семье вплоть до самой... Думаю, тоже надо сказать что-то об отце Алексеи, потому что многие совершенно не в курсе, кто такой отец Алексей Мечев, что за Мечевская община. Ну, наверное, я... Ну, хотя бы несколько слов. Ну, наверное, так. Для того, чтобы понять, кто такой Алексей Мечев в церковной истории, достаточно, наверное, привести такой факт. Первое, что сделал патриарх Тихон, когда он был освобожден из-под ареста, он бросился на похороны отца Алексея Мечева, который как раз в этот день хоронили. То есть, это было самое значимое событие в церковной жизни, которое пришлось на тот момент. Отец Алексей прославлен как святой русской православной церкви и человек, который сумел создать необыкновенно жизнеспособную общину, в которой было принято буквально и конкретно носить тяготы друг друга. Эта община оказалась настолько жизнеспособной, что она продолжала действовать и после того, как Мечевский храм, храм святителя Николая в Кленниках был закрыт. Это произошло, если я не ошибаюсь, в 1932 году. Община продолжала действовать, продолжались службы потаенные, службы на дому и община дожила до того времени, когда храм был восстановлен и в нем сейчас завершаются службы. По тому правилу, которое установил еще отец Алексей Мечев, в храме службы идут практически непрерывно. И вот эта традиция сохранилась до сих пор и вот, насколько я знаю, это один из немногих московских храмов, которые можно всегда прийти и кто-нибудь где-нибудь служит. Это требует, конечно, особого подвижничества от священников этого храма. и отец Михаил служил тоже в этом храме, в храме святителя Николая в Клюниках относительно короткое время, был дружен с отцом Сергием Мечевым, сыном и последователем отца Алексея Мечева. Ну, и вот среди тех писем, среди массива писем, которые опубликованы в этих книгах, есть и описание последних дней Натальи Дмитриевны, которое облегчало Елене Сергеевну Мечева, врач, друг и сподвижник. Я бы вот хотел еще, ну, как бы сказать, дополнить, что невероятно трогательно было то, что матушка Наталья писала письма уже убитому мужу, не зная, что казнь, собственно говоря, приведена, вернее, приговор приведен в исполнение, и последнее письмо, очень трогательное, которым заканчивается второй том этой книги, письмо от 42-го года, когда сама матушка уже была разбита туберкулезом, она понимала, что она не выздоровеет, вот это вот письмо уже, как сказать, уже давно усопшему мужу, вот, то есть вот эта вот переписка, вот этот вот разговор, мне кажется, это вот какая-то удивительная черта, которую утратила современная семья, современные семьи очень мало разговаривают друг с другом, не говоря уже о том, что не пишут письма, вот этот вот диалог, диалог двух душ, как Марина Ивановна Цветаева тоже в свое время Сергей Ефро написал, да, это люди треплются языками, мы с тобой беседуем душами, вот этот вот разговор душ, разговор двух сердец, до последнего, до последней капли, до последнего, последней секунды, он происходил между этими двумя людьми, даже независимо от того, что один из них уже был на небе, один еще был на земле, потрясающий двухтомник, потрясающие письма, я прошу прощения, у нас оканчивается время нашей передачи, я бы очень хотел, чтобы вы вкратце, вот буквально, может быть, в минуточку уложились, рассказали о своем благотворительном фонде, о том музее, который сейчас готовится к открытию, наполняется в Малоярославце, такой интересный музей, который называется 101-й километр, почему 101-й километр, почему Малоярославец? Так, Малоярославец, потому что последние годы жизни и служения отца Михаила происходили именно в этом городе, и именно здесь была им построена потаенная церковь, здесь в ней было организовано служение, сюда приезжали его духовные дети из Москвы, 101-й километр, потому что Малоярославец, это было место за 101-м километром, куда поселялись люди, возвращавшиеся после ссылок, которым было запрещено проживание в крупных городах, в частности в Москве. В результате в Малоярославце в 30-е годы образовалось целое сообщество священнослужителей разного ранга, которые спасались Малоярославцы и организовывали там продолжение церковной жизни, несмотря на все гонения, которые претерпела церковь. нам кажется, что сохранить память и об этом времени, и о тех людях, которые предпринимали усилия для того, чтобы зло не восторжествовало окончательно в мире, очень важно для нашего сегодняшнего времени, когда, в общем, зло принимает какие-то другие обличья, но тем не менее, оно такое же зло и нам точно так же предстоит, и мы, наверное, стараемся это делать каждый день, противостоять ему в нашей сегодняшней жизни. Спасибо, Елена Евгеньевна. На сегодня наш эфир подходит к концу. Я анонсирую, дорогие братья и сестры, еще две встречи с Еленой Евгеньевной. В следующей нашей передаче мы поговорим о, собственно говоря, рецептах семейного счастья, которые таятся в этих письмах, не пропустите. Храни всех вас Господь, до скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова